Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Вспоминая битву при Арарая 1918 год, 19 сентября. Осмотр криптоармян, тайные армяне в Турции. Жизнь после геноцида. Спустя 4 года после нападения исламского государства. США назвали катастрофой покупку Турции российских С-400. Истребление езида в Синджаре должно считаться геноцидом. Карапетто Пузян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национального собрания Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении, парламент, состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Армяне всего мира помнят о том, что 98 лет назад, 4 августа 1920 года, независимое армянское государство было сформировано под французской эгидой в Киликии. Но оно просуществовало недолго. В тот же период армяне вспоминают столетие битвы при Арарая 19 сентября 1918 года, когда армянские солдаты сформировали армянский отряд, разгромили турецко-германские войска, способствуя окончательной победе союзников на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны. Вооруженные силы Армении, армянский волонтерский отряд были сформированы во французской армии в 1916 году. Армянские силы впервые участвовали в военных действиях 19 сентября 1918 года. Вооруженные силы добились блестящей победы над войсками Османской империи, изменив ход войны. Армянские вооруженные силы захватили Адану, Айнтаб, Мараш, Урфу и другие центры. Депортированные армяне стали возвращаться в свои дома и восстанавливать свою жизнь. После поворотного момента восточной политике Франции военные подверглись гибели, а в августе 1920 года – окончательному расформированию. АВТС Хаджан представляет постгеноцидную культуру, в которой армяне отвергают свою личность. Ирландский журнал Irish Times коснулся книги Хаджана «Тайная нация. Криптоармяне Турции», в которой представлены разделы содержания книги и опыт автора. Нами будет полностью представлена статья. Если вы когда-либо посетите Турцию, вы встретите людей, считающих себя турками, которые на самом деле могли бы быть весьма хорошими армянами. Я АВТС Хаджан, автор книги «Тайная нация. Криптоармяне Турции» и три года путешествую по исторической Армении, чтобы встретить горцев, которые несут маски уничтожителей полутора миллионов своих соотечественников. Во время своих поездок я ищу людей в городах и поселках, расположенных в Западной Армении, завязывая разговор с кем-то, если получается, конечно. Зачастую мне отказывают. Книга показывает нам горную жизнь в Западной Армении сегодня. Ежегодный праздник всей семьи и животноводства под тенью Арарата. Летом 2014 года боевики исламской государственной группировки напали на Мусул, а затем на равнины Ниневии. Они депортировали более 100 тысяч человек со своих исторических земель христиан и езидов. В течение первой недели августа боевики исламского государства атаковали езидскую общину в Синджаре. В течение нескольких дней они убили 10 тысяч езидов, 6417 были захвачены, и многие из них были проданы в рабство. Сотни христиан, которые жили на равнинах Ниневии, которым не удалось бежать, их обезглавили, распяли, подвергли сексуальному насилию. Четыре года спустя сотни тысяч езидов христиан и других были депортированы, и они до сих пор не могут вернуться в свои дома. Три тысячи женщин, езидов и детей, и десятки христиан пропали без вести. 90% христианской общины в Ираке была разгромлена. Те, кто спасен от исламистов, глубоко обеспокоены после этих мучительных испытаний. 3 августа институт Гудзона обсудил нынешнее состояние Ниневийской равнины и мусульманских, этнических и религиозных групп 2014 года. В совещании приняли участие посол Ирака в США Фаред Хасен и представитель регионального правительства Курдистана в Соединенных Штатах Сами Абдул-Рахман, исполнительный директор Института религиозной свободы Кент Хилл, основатель фонда «Свободные езиды» Пари Ибрагим и другие. Выдвинутый президентом США на пост помощника госсекретаря по военно-политическим делам Рене Кларк Купер, на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявил, что покупка Турции российских зенитных ракетных систем С-400 стала бы катастрофой для его страны. Продажа чего-то подобного С-400 была бы для нас катастрофической, цитирует ТАСС его слова. По мнению дипломата, покупка Турции российских С-400 представляла бы собой вызовы в плане технического обслуживания, чего мы не хотим, как это того, чтобы союзник по НАТО зависел от поставок и обслуживания техники со стороны России, указал он. Кроме того, добавил Купер со стратегической точки зрения, мы не хотим, чтобы союзнику по НАТО оружейные системы поставляла Россия. Зенитная ракетная система большой дальности С-400 предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия также может применяться против наземных объектов. В Малатийском офисе Ассоциации защиты прав человека была организована пресс-конференция, посвященная четвертой годовщине геноцида в Синжаре. Глава офиса в Малатии Гейнул Остур Коглу заявил, что Ассоциация прав человека вновь осуждает геноцид езидов. Мы призываем террористическую группировку исламского государства признать нападение на езидов как геноцид и уважать право езидов на самооборону, сказал он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Саят Новый» Аяны Елько в исполнении «Люсинэ Гаспарян». Спасибо. 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 Спасибо.